Всем хайушки, с вами Амбрелла, и меня только что чуть машина не сбила. В общем, мы продолжаем с вами Дэйву Мэй Край, и это следующая серия, которая называется Горькая Правда. Демоны среди нас, Данте. Они порабощают человечество. Мир спит, беспомощный и с промытыми мозгами. Мы сопротивляемся. Мы маленькая группа борцов за свободных. Мы последняя и единственная линия обороны. Обороны? У вас нет шанса. Мы не пускаем ничего на самотёк. Мы собрали обширные знания о демонах и их приспешниках. Политики, банкиры, поп-звёзды. Мы можем ударить в их самые слабые места. Знакомая маска, правда? Она же была в ролике новостей. Ну, как видишь. Жизнь здоров. Ты меня не помнишь? Нет. Что ты помнишь из своего детства? Немного. В семь лет я болел менингитом, и это стерло мою память. А что? А мне сказали, что я попал в автокатастрофу и заработал амнезию. Тоже? В семь лет. Удивительное сходство. К чему клонишь? Менингит — людская болезнь. А ты не человек, Данте. Все воины выигрываются обманом, и тебя тоже обманули. Твоё прошлое скрыли от тебя не просто так. Напомни. Кто ты вообще такой? Меня зовут Вергилий. Я основал орден, чтобы найти способ борьбы с демонами. В смысле, помимо мечей и пули? Таким оружием можно выиграть битву, но не войну. Мы используем силу, да. Но также мы используем интеллект. Политику. Пропаганду. И ты веришь, этим можно нанести удар? Нанести удар? Если мы будем работать вместе, то мы сможем одолеть их. Так вот оно что. Я вам нужен для борьбы с демонами и спасения мира. А на что ещё ты планировал потратить свою жизнь? Ну, вы вроде ребят неплохие, но я одиночка. Проблема с доверием, поэтому работаю один. Данте, ты не понимаешь, что стоит на кону... Если хочешь уйти, просто повернись ко мне спиной. Но ты сделаешь большую ошибку. Не только для себя, но и для всего человечества. Человечество? Да. С чего ты взял, что мне не похуй? Хотя бы дай мне шанс показать тебе. Показать мне что? Кто ты на самом деле? Да, в этой серии мы вернёмся к, скажем так, к его истории. Мы будем бродить по его дому. Так что это будет такая ностальгическая серия. И, собственно, здесь мы всему научимся. Это был твой дом. Я не помню. Вспомнишь? Кэт, открывай проход. Что ты делаешь? Наш мир и Лимбо очень тесно расположены. Там, где они сталкиваются, образуются так называемые разломы. Именно в разломах мы можем создавать переходы внутрь и из Лимбо. Пахнет не очень. Что в баллончике? А ты не нюхай. Смесь, которую я создала на основе старого гекканского рецепта. Морская соль, акулий жир, железная стружка, засохшая спермобелки, волчья шерсть. Звучит круто. Как он хитро, так руку вычеркал. Никто не ищет для этих путей. Ну, в смысле, может быть, кто-нибудь ищет, но это точно не будет. Он не опытен. Ты тоже была такой, когда я нашел тебя. Ну, вот мы и в Лимбо. Скажу по правде, эта серия не должна затянуться надолго. Она очень-очень легкая. Субтитры появились. Да ладно. Всякие пока эти пособираем. Ну, я особо-то не буду собирать то, что здесь приготовили нам. Ну что, смогу, и соберу. Так, здесь все. Получечки-палучки. Так, ну, а теперь мы идем, собственно, туда, куда нам надо. Ну, я слышу про пащую душу. Подождите, это по сюжету стоит, застойте. А где-то ключик тут, помню, был. Тут под этим. Может, через стенку. Блин, что-то ряда затупила. И помню, он был где-то здесь, где-то в этих дверях. А, ой, я шоу забрала. Я просто начала запись, поняла, что пропустила ролик. Да, ключик мы забрали. Я извиняюсь. Так, ну что ж, туда пойдем. Просто я начала запись, что-то как-то вообще не пошло. У меня код начал отвлекать. Еще и ролик пополовину пропустила. Так что вы уж меня извините, но это вторая попытка. У меня до сюда не доходило. Так, берем улучшение. Ну, как-то так сделаем. Покупать, в принципе, ничего не будем. Да где душа-то орет? А, вот, видите, такая штуковина. Ее можно разбить только потом. У нас будет с вами клинок Осирис. Там можно будет всякие штуки запускать от него. В общем, пока мы это сделать не можем. В общем, душу я так и не нашла. Ладно. Не важно. Займемся этим потом. А ты кто такой? Спарда. Спарда? Это наш отец. Сын Спарда. Мой отец? Угу. Здорово. А у нас новый враг. Это Рыцер Смерти. Все то же самое, только он щипал. Ха, ты крутой. Да что, чтобы делать, а? Красиво. Медленно, но красиво. Я чем-то подзагон. Ты пытаешься мне показать. Как его лимать. Но это далеко не самый сложный противник, так что расслабляться не стоит. Ну, я вас поздравляю. У нас появился... Как он там назывался? Я не помню, как дьявольский клинок называется. Арбитр, точно. А песенки-то шикарные вообще играют. Слушайте, да? Демонический топор с медленными, но мощными ударами. Я в курсе, как его используют. Теперь не такой крутой. Вот так было брутально согласитесь. Он пробивает даже и щипели. Видите, да? А куда меня успели так обгубасить? Ладно, не важно. Кто это? Воспоминание? Кто это? О-о-о, это было реально круто. Ну, что-то мне кажется, что мы сейчас туда не перепрыгнем. Это тоже будет после улучшения. Но... Там пока никак. Вот такие штуки разбивать мы научимся тоже после другого приспособления. Пока не можем. Пока мы с вами будем бегать полнезавтра. Вау, это было неожиданно такое. Нежнальщик такой летел. Ты не окупел, нет? То есть что происходит вообще? Чего я пропускаю в дорогу? Иди сюда. Иди сюда. Получай, получай, сволочь. На тебе еще пендаля в догоночку. Ты не расслышался все правильно. Сейчас ты узнаешь действительно горькую правду, как тебе и было сказано. Так. Эту штуку мы тоже пока... Ну, я говорила же. Не можем. У нас нет другого пенка. А, ну ты скатинь, а ну иди сюда. А, ну ты скатинь, а ну иди сюда. Ай. А что происходит? Трое на одному догонимся? Есть, прилетело. Но я это видела, но не успела повернуться. Да, ну ты сдохнешь уже, а? Ой, тут ушел. Нет, нет, нет. Нет, ну что ты творишь-то? Ё-моё. А, давайте ее сейчас используем. Если это можно сделать. Это я. Я помню это. Ты меня не помнишь? Странное место или вот прям вообще... Странное место или вот прям вообще... Люблю, кстати, такие игрушки всякие, там какие-то необычные места, вот такие вот, что-то там в таком хаотичном стиле сделано. Я прям обалдеваю. Кто играл в игрушку Remember Me, меня поймет. Где это я? Там прям обалденно сделан мир такую, всякие там эти самые игрушки. Это сон? Да. Обстановочка забавная. Такого Нового Парижа, кажется. Адская тяга. Да, теперь мы можем захватывать врагов или предметы и притягивать их к себе. О, да. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Красиво получилось, красиво. Так. Как-то время печалит немножко несовпадение дитров и его голоса. Иди сюда. О, я вот обожаю. Вот это предметы просто обожаю. Потому что можно притянуть таких гадов к себе, блин. Я в дубасе. Нежели ты будешь бегать по своей парте. Кстати, вот еще такая штука есть. Это, короче, в крючке нажимается вперед и ей будет такая штука. Так. Не сорваться бы здесь, наверное, куда? Что ж ты? Возбиваем, что ли? Ты меня не помнишь? Так. Что у нас тут осталось? Что еще ты хочешь показать? Где-то выше внизу. Проблемы. Здесь у нас есть испытание. Нажимаем на F, потому что ключик мы нашли уже. Заходы. Набор высоты. Убейте всех врагов за отведенное время. Да вы что-то оборзели вообще, ребят. Ага, сейчас, да. Иди сюда. Смяку вообще. На, на, на. Лови-ка. Вот так. Ну, блин, повернись же ты, а. Ну, где она? Все, победа. У нас даже осталось бонусные 13 секунд. После прохождения испытания вам будут давать вот такие вот штучки. Это фрагмент креста здоровья. Ну, ну, вот. То есть мы собираем такие вот штучки, и нам дают зеленую сферу вроде. Так, интересно. Так, интересно, пресс, ну, пресс, ну, пресс. Ну, именно за ее атмосферность, скажем так. Спарда. Они здесь. Они здесь, они нашли нас. Что здесь произошло? Не нужно уходить. Сейчас же. Мать, подожди, подожди секунду, я вернусь здесь. Давай быстрее, быстрее. Там где-то был секрет, если не ошибаюсь. Я могу ошибаться. Да, я ошибаюсь. Ну, и такое бывает тоже. Там ничего страшного. Вау. Остановить его. Батас со щитом. Ну, что, иди-ка сюда. Да не этого я хотела. Я сейчас упаду. О, вы, мамка. Они нашли вас. Тут уж ничем не произошло. Ты же ж не помнил ничего. Откуда ты знаешь ее голос? Давайте глянем, что у нас тут есть. Теперь мы можем орбитер улучшить. Так. Я не знаю, смогу ли я делать эти улучшения или нет, но. Пусть будут. Это все-таки за этой. Ладно. Не будем заморачиваться. А вот и мамочка. Это мама? Угу. Я люблю тебя, Данте. Ну, все по стандартам. Ну, давай ты не будешь ругаться. В конце, по-русому. Ну, ты обалдела. Ну, что? Это же изи. Да я в курсе. Я и занимаюсь. Только не бензопильщик. Ё-моё. Подождите, я слышала бензопилу. Где он? У меня что, блючит уже, да? И еще один клиночек с названием Осирис. Такая коса, вообще. Вот сейчас я вас откилю. Осирис, да. Ангельская коса, которая будет чрезвычайно полезной. Тут у них больших долг врагов. Я ее просто обожаю. Не, ну, орбитом-то тоже надо пользоваться. Да что вы издеваетесь, что ли, блин, придурки. Ну, ё-моё. Он очень слабый. Он задействует очень хорошо. В общем, он действует на большое расстояние, но он очень слабый. Так что тут уж приходится выбирать. Что же? Ну, и идем с вами дальше. Ты, иди за ней! Вон туда! Запри все двери! Ну же! Ну же! Так. Не промахнуться бы? С этими островочками? Уху, блин, чуть не упала. Уху! Вот, теперь мы можем... Вот это вот здесь. Есть такая штука еще есть отличная. Поняли, да? Как круто! Все места проходить надо было. Так что... Если потом у меня будет жена, и я пойду еще на 100% все это. Как делаю сейчас с Том Райдом. Синяя роза. Голубая тебе же в титрах написали, а? Ну почему ты титры не читаешь, да? И сейчас у нас будет такая тренировочка по Азирису. А точнее, по крюку Азириса. Ну спасибо, я и так поняла, куда мне идти. Давайте уже играть на конце концов. Сейчас у нас у нас растет крюк. И мы сможем бежать дальше. Ну вот, ну зачем так делать? Я сейчас не успею. Ну что за звездец? Я же, блин, нажала, и я поспешила. И как раз в то время, когда мне показали, я уже была в полете. Отлично. Хоть вспомню управление в этой игре. Вот это, опять же, дикое управление. Кто-то жалуется на него, что она неудобная. Но на самом деле ничего здесь сложного нет. Я хочу сюда. Оп. То есть, если орбитр притягивает врагов к нам, то Азирис притягивает нас к врагам. Главное не перепутать. То есть, самое главное. Иди сюда. Так. Ну, как-то так. А, еще ты остался. Блин, 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 тихо, 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 тихо. Красиво. Красиво. Так, нам туда. Блин, нет, нет, нет. Вы это видели, да? Как я вообще просто из пропасти вынырнула и схватилась за горюк. Пипец. Что я выпустил на волю? Свою сущность? Я бы так сказала. Теперь твоя меч все практически. Я не просил твоей помощи. Помощи. Такой пупсик. Атака пупинер Азирис особенно полезна для парирования летящих зарядок из огнестрельного оружия и отбивания их обратно во врага. Пупсик. Пупсик. Давай. Давай, давай. Давай. Блин, да они с щитом, зараза. Плакать тебе в воздухе. Так, ну что там у меня? Всякие плюшечки, разные сферы. Погнали дальше. Нам осталось, в принципе, немного. Семейное фото. Я помню. Я помню свою мать. Ее звали Ева. Она дала мне это. И еще у меня был брат. Мы были семьей. Я не знал, в какой опасности мы были. Демоны нашли нас. А любит он сердца вырывать, да? Нам тоже грозился вырвать сердца. Она отдала свою жизнь, чтобы мы могли сбежать. Я никогда не забуду, что он сделал с ней. Наш отец Спарда увез нас с братом оттуда. Он разделил нас. Скрыл среди людей. Стер нашу память, чтобы защитить нас. Поэтому я почти ничего не помню. До этого дня. Все наоборот. Все абсолютно разные. Короче, совсем по-другому читаются субтитры. Но, в принципе, смысл-то один и тот же. Нам все понятно. Давайте уже заканчивать эту серию. И, конечно же, все начинает рушиться. И проверять наши способности, которые мы только что получили. Я сваливаю. Да, уж надо. Бежим отсюда. Бежим, 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 бежим. Отпеть гейт, это экшен. Это как в Томбрайдер. Ты мой брат. Брат-близнец. И я давно тебя искал. Наша мать дала это нам. Думаю, она знала, что этот момент настанет. Что мы найдем друг друга. А наш отец? Спарда? Изгнан навеки. Говорят, это судьба хуже смерти. Он никогда не вернется. Я хочу знать больше. Откуда мы появились? Что с нами произошло? И, кроме того, я хочу знать, кто во всем виноват. Ну, что ж, вот такая вот у нас была сегодня миссия. Мы ее завершили. Посмотрим на что. Стиль СС. Время СС. Завершение. На С. Потому что мы кучу, кучу душ не нашли. Но просто не было времени. Так что у нас сегодня саванч. Оценочка. Ну, что ж, всем спасибо за просмотр. Какая-то серия, согласно, была сегодня скучненькая. Потому что, по сути, по сюжету мы сегодня не особо как-то продвинулись. Нам просто показали прошлое данное. И, ну, в общем-то, получилось так. Что ж, с вами была Амбрелла. Всем спасибо за просмотр. Удачи в играх. Смотрите другие мои видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok